Налоговая приостановила проведение проверок до 1 мая 2020 года. Под запрет попадают проверки пользователей онлайн-касс, а также контроль за соблюдением требований валютного законодательства и вопросы по регулируемым видам деятельности в области азартных игр и лотерей. Кроме того, ведомство развернуло ситуационный центр из-за коронавируса. Кто и по каким вопросам сможет обратиться к специалистам, расскажем далее. Коронавирус на сегодняшний день стал чуть ли не самым опасным вызовом современного общества. Из-за эпидемии приостановлены многие производства и работа большого количества компаний. Какой урон экономике страны принесет вспышка вируса, еще предстоит подсчитать. Однако региональные компании уже начинают чувствовать на себе все тяготы такого положения. Специально для таких предпринимателей, у которых скопилось довольно много вопросов по поводу работы, а также для обычных налогоплательщиков, ведомство открыло свой ситуационный центр. Мы хотим понимать, как эта ситуация влияет на экономическую и социальную жизнь региона. Какие проблемы испытывают налогоплательщики. И мы призываем всех налогоплательщиков, которые такие проблемы испытывают, обращаться к нам в региональный ситуационный центр по телефону 506717. Устные заявления уже начали приниматься. Любой гражданин может обратиться в налоговую с вопросами о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такие обращения будут автоматически приняты к рассмотрению. Если говорить про юридические лица, про организации, безусловно, они, наверное, столкнутся с тяжелым положением, связанным с уплатой налоговых платежей. Потому что, безусловно, данная ситуация повлияет в первую очередь на получение ими доходов от их предпринимательской деятельности. Соответственно, каждый случай мы будем рассматривать, принимать соответствующие решения, меры, предусмотренные законодательством. Большинство вопросов можно решить через личный кабинет налогоплательщика или официальный сервис УФНС. Обратиться в налоговые органы можно через портал госуслуг или по телефону единого контакт-центра по номеру 8 800 222 22 22.